Перед экзаменом, конечно же, нужно нам повторить вводные слова, вводные выражения, вводные конструкции, потому что уж слишком во многих заданиях встречаются они. Это задание номер 2, это задание номер 18, бывают вводные слова и выражения в 25-м задании, ну и также, конечно же, сочинения, в котором мы иногда употребляем вводные слова, мы обязательно при его написании должны уметь их правильно оформлять. Вводные слова грамматически никак не связаны с другими членами предложения, поэтому их можно изъять из предложения спокойно и предложение не разрушится. Но только этим способом проверять себя нельзя, потому что мы можем так точно, спокойно выкинуть какое-то второстепеночное предложение, ничего с предложением не произойдет. Поэтому нужно запомнить, что главная проблема в том, что вводные слова могут выражаться абсолютно любыми частями речи. И для того, чтобы правильно оформить вводные слова и словосочетания, нужно знать некоторые закономерности. Ну, есть первый способ разобраться, вводное слово или это не вводное слово. Он подходит для тех, кто просто оформляет свои высказывания. Это можно обратиться к словарям, к справочникам, к информационным ресурсам. Я сейчас пролистаю несколько списков, причем не полных вводных слов, и вы увидите, как их много. Эти памятки годятся для тех, кто хочет обратиться к ним для того, чтобы удостовериться, что такое вводное слово может быть. Однако проверять себя по этой памятке не очень благодарное дело, потому что одно и то же слово и выражение может быть в другой ситуации обычным членом предложения, и вводное значение уже теряет. Что же тогда нам делать? Рекомендую запомнить классификацию вводных слов по их значению. Первое значение – это чувство говорящего по отношению к тому, что он сообщает. Оценку степени достоверности сообщаемого, или, как мы раньше говорили, степень уверенности в сообщаемом. Связь и порядок мыслей. Способ оформления мыслей. Источник сообщения, указание на него. Призыв привлечения внимания. Указание на степень обычности. Ну и также есть значение вводных слов – это экспрессивность. Обратите внимание, что после каждой группы вводных слов стоит многоточие. Это значит, что список здесь тоже неполный. И поэтому приходится действовать в условиях экзамена всегда по-разному. Конечно же, самое главное – это то, что нужно смотреть на контекст. Именно поэтому в задании номер 18 нам дают предложение, а в задании номер 2 нам дают текст, где мы можем догадаться о том, какое значение вводного слова может использоваться в этом предложении. Вот чем отличаются вводные слова. В левом столбике слова, выделенные синим цветом – это обычные члены предложения. В правом столбике – это вводные слова. Посмотрите, это одни и те же слова. Хочу обратить ваше внимание на слово «однако». Слева слово «однако» в предложении является сочинительным союзом. Ну и как все сочинительные союзы, мы не будем его выделять запятой. Однако учителя по-прежнему не было. А вот в правом столбике «однако» оно стоит внутри предложения, и здесь заменить его союзом «но» не представляется возможности. Поэтому оно является вводным. Ну и точно так же мы действуем. Сначала пытаемся изъять вводное слово, а потом применяем обязательно второй способ. Думаем, какой группе по классификации о значениях принадлежит это слово. Иначе вы можете ошибиться. Стоит отдельно сказать о вводных словах, таких как «точнее», «вернее». Если к этим словам можно добавить слово «сказать», например, «мы познакомились с соседями» или «точнее, с соседками». «Мы познакомились с соседями» или «точнее говоря с соседками», то это слово является вводным. В данном случае оно является членом предложения, обстоятельством, необходимо точнее формулировать свои мысли. Ну и так далее. Если говорить еще об одной памятке, которая может пригодиться, это, конечно же, памятка о том, какие слова не являются вводными, но часто выпускниками они принимаются заводные. Это вот перечисленные слова. Обращаю внимание на слово «все-таки». Оно во второй строчке в конце неудачно так перенесено. Ну и остальные слова, такие как слова «будто», «вроде бы», «вряд ли», «словно», «якобы» и так далее. Их необходимо запомнить. И вот эту небольшую памятку рекомендую где-то себе зафиксировать и повторить перед самым экзаменом на всякий случай. Еще раз потренируемся, как мы действуем. Перед нами две группы предложений. Слева предложения с вводными словами, справа предложения с обычными членами второстепенными. Проверим себя. Впрочем, разговор идет не об этом. Посмотрите, слово «впрочем» можно изъять, а разговор идет не об этом. Второй момент. Мы можем увидеть, что слово «впрочем» не отвечает ни на какой вопрос, на который обычно отвечает второстепеночное предложение. Попробуйте задать вопрос. Вы не сможете этого сделать. А вот в то же время в предложениях правого столбика вопросы мы можем задать. Смотрите, однажды разговор пойдет о другом. Когда однажды разговор пойдет о другом? Почему я написала в правом столбике слова «однажды», «иногда», «как-то раз» и так далее? Проблема в том, что когда мы употребляем в речи наречия «однажды», «иногда», «порой», «как-то раз», мы после них в речи делаем паузу. И вот эта пауза фиксируется нами интуитивно, и мы можем здесь поставить запятую. Вот это в 18-м задании очень может легко произойти. Или, например, в нашем сочинении. Нужно запомнить, что обычный второстепенный член предложения, если там нет никаких усложняющих моментов, мы никогда не обособляем. Ну и если говорить о сочинении, конечно же, у каждого выпускника уже есть, должен быть список водных слов, которые он очень любит и которые помогают строить высказывания, без них никак не обойтись. Они оживляют наше повествование, помогают строить рассуждения. Не рекомендую экспериментировать с водными словами, особенно на экзамене, потому что можно наделать ошибок. Ну и некоторые правила, которые я отношу к таким сложным моментам, что нужно еще запомнить, когда мы говорим о водных словах. Это тоже может быть, наверное, только в сочинениях, потому что мы, когда пишем, наша мысль развивается так, что мы не всегда себя контролируем. Так вот, когда водное слово стоит рядышком с союзом, и это слово можно, водное слово или водную конструкцию, перенести в другую часть предложения, убрать, и ничего не произойдет с предложением, оно не разрушится, то мы его обособляем тоже от союза запятой. Смотрите, мы решили продолжить путь без проводника, «Но к великой нашей досаде совсем потеряли дорогу». К великой нашей досаде можно перенести другую часть предложения, но совсем к великой нашей досаде потеряли дорогу. Значит, мы отделяем запятыми его и от союза. Если же этого, вот этого отделения не происходит, невозможно перенести вводную конструкцию или вводное слово в другую часть предложения, то мы вместе с союзом его и оставляем. И запятые будут стоять только там, где нужна запятая при союзе, и там вторая запятая, которая относится к вводному слову. Вот этой запятой между союзом и вводным словом не нужно. Также не отделяется запятой вводные слова от союзов в начале предложения. И еще одна конструкция, любимая многими, особенно в сочинениях экзаменационных, это конструкция с одной стороны, с другой стороны, ну и так далее. Мы, как правило, пишем эту неполную конструкцию без запятой второй и ставим тире, с другой, чтобы самому отдохнуть и подкрепиться. То есть пропускается слово стороны и ставится просто тире, запятая не ставится. Если же вводное слово стоит после перечисления однородных, и после него идет обобщающее слово, а в воздухе, в сухой траве, среди птиц словом всюду чувствовалось приближение весны, то тогда мы запятую перед ним не ставим, оставляем только тире. Запятая его отделяет от обобщающего слова. Спасибо. 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 Спасибо.